Привет, друзья! С вами Женёк, и сегодня я хочу вам поведать, откуда же взялось название углу Кизингарда, название моего канала. Потому что у меня встречались люди, которые не знали, и доходило до абсурда, мне чувак пишет, что там, он пишет, что изингард говно, но он имел в виду, есть, короче, говносервак, World of Warcraft, изингард какой-то. Я там чуть-чуть поиграл на этом серваке, ну, такой, да это там, личики, ну, короче, неважно, о чём. Меня просто это смутило, бред полный, то есть чувак подумал, что, во-первых, тот чувак не знал, что такое изингард, и дальше я, ну, расскажу, что такое, всё по порядку. И у чувака появилась мысль, это я не знаю, каким надо быть дауном, что я буду подписываться в честь названия сервака, ну, это бред полный. Это просто немыслимо, я просто вообще в шоке был, я не знал, что ответить. Просто такая-то бреда меня одолела, что просто, как говорится, дичь, втёрли в меня дичь, и просто вот, в ступор я встал, и всё. Так вот, как всё зарождалось-то? Ну, был на дворе, не помню, 2000, начало 2000-х годов, выходит фильм «Властелин колец». Я ещё не знал, что это такое, и с одноклассником я сходил на этот фильм. Конечно, я учился в школе, я фильмом просто проникся с ног до головы, как говорится. И там, вот, у меня понравились вот эти урок-хай, ну, кто не знает, что такое, можете погуглить. Может, кто фильм смотрел, короче, такие вкачаные урки, вот я ими проникся. Вот этим «Изингардом», ну, «Изингард» — это вот эта местность, где, типа, Саруман, и так далее. Ну, короче, что я буду сейчас рассказывать, лучше загуглите, посмотрите «Властелин колец», и всё поймёте, что это такое. Так вот, я, короче, проникся им. Ну, и как нормальный человек, я же книгу и не читал перед тем, как посмотреть фильм, я уже после фильма узнал, что есть книга, я, по-моему, там через пару дней объездил в город. Ну, как, я не объездил, я просто пошёл в книжный магазин, даже не в магазине покупал, а был какой-то на улице ларёчек такой, палаточка, и продавали книги. Я подхожу, типа, у вас есть книга «Властелин колец»? Да, есть, я хопа, купил. То есть, ну, не зная цену, сразу купил, там такая здоровая книженца, и, короче, побежал читать. И там уже всё более подробно, и вот постепенно началось зарождаться вот это мое влечение в эту всю движуху. Ну, в фильме, как бы, Углука не было. Вообще, кто такой Углук? Был в книге такой персонаж, звали его Углук, он был Урукхай, и он был... Углук, командир пехоты Изенгарда. Да, был там такой Углук, короче, по книге командира вот этих разведчиков пехоты там, это Изенгардская, и они искали вот эти хранители кольца, вот это братство кольца, ну, чтобы стыгзить кольцо. И я командовал Уругами Сарумана. Нам было велено найти кольцо, оно нужно было нашему владыке для победы в войне. И нашему отряду было велено найти этих крысенышей хоббитов и доставить их целыми невредимыми в Изенгард. И мы нашли этот жалкий спрот. Именно мы, Углукхай, убили одного из хранителей кольца. Это был человек из Гондора. Кажется, его звали Боромир. И именно я лично поддерживал дисциплину в отряде, когда гниды-орки хотели сожрать хоббитов, которых мы пленили. Но я им не позволил. И зарубил несколько гнид, и скормил их своим солдатам. Ибо Саруман Белый приказал нам доставить пленников целыми и невредимыми. Саруман лично сам хотел обыскать этих крысенышей Шира. В фильме его не было. У Углука он почему-то появился в фильме какой-то Лурц. А Углук это уже персонаж вымышленный книжный. Самый вымышленный персонаж. Ну и как фильм это мы видим у границ леса Фангорн, ночью вот эти роханцы, они напали на этот отряд Урухаев, перебили. И по книге описано, что сам Эомер, этот Сенешаль Мустанглинский, лично завалил Углука, то есть убил Углука. Глупости, меня никто не убивал. Но я ничего не придумал, в книге все написано. Ха-ха, наивный глупец. То есть ты полагаешь, что меня могут убить какие-то дохотяги лошадники? Ха, наивный глупец. Нет, я просто констатирую факт, который изложен в книге. Ха-ха. Ну ладно, хрен с тобой. Если по-твоему меня убили, то как я стою здесь? Целый, невредим. Дурья твоя башка. В общем-то, мой ник взят из книги «Властиноколец». Вот так. Не верьте этому глупцу, меня никто не убивал. Изенгард стоял и будет стоять вечера. Для более такой подробной информации посмотрите обязательно фильм «Властиноколец». Там, трехчасти. Фильм старый, но смотрится на сегодняшний день отлично. Просто супер. Ну и для большего изучения всего советую почитать саму книгу. Книга тоже довольно интересная. Ну, есть, конечно, там вроде и аудио вариант, ну как эти аудиокниги. Ну, не знаю, заснете, мне кажется. Лучше прочитать. Вот такие дела, ребята. И вы там, кто посмотрел это, живо подписались на канал и поставили лайк. Быстро!